итак друзья наш очередной аукцион под номером 102 пройдет с 15 по 21 декабря прям вот у нас плотненько-плотненько шикарненько шикарненько и все так концу года концу год но декабрь активный месяц за такой активный сезон никуда от этого не денешься все успеют что-то сделать тут пришла просто удивительнейшая новость на которую хочется как-то отреагировать и немножко прокомментировать зачитываю трехлетнее расследование прокуратуры манхэттена завершилась пожизненным запретом миллиардеру и бывшему руководителю трампа рамки джин хедж фонда и так далее на приобретение антиквариата я так протараторил да еще раз внятно и медленно повторю прокуратура запретила заниматься антиквариатом приобретать покупать и так далее пожизненно миллиардер американского конечно конечно где такие еще смешные истории могут происходить что то к в Wire globe нас боже упасти ничего такого не происходит значит еще раз миллиардеру пожизненно запретили приобретать антиквариат уже что само по себе в свободной америке свободной мире и так далее и тогда но но вот Под этим подо всем есть интересная глубокая подоплека. Очень частый вопрос, который задают люди, не связанные с искусством, с арт-бизнесом и так далее, это про так называемый черный рынок. И вот прям черный рынок, это работа, которую украли бы из какого-нибудь музея. За сколько можно продать на черном рынке? Это обязательно. Каждый раз мы уже на это, зевая, отвечаем, что не существует никакого черного рынка. Не существует. Почему? Но это все равно, что черный рынок – квартир. Если вы можете на черном рынке купить квартиру, абсурд. Зачем вам покупать на черном рынке квартиру? Вы в ней жить собираетесь, документы оформлять, деньги вкладывать и т.д. и т.п. И тут черный рынок, как наркотики. Не существует, друзья мои, черного рынка – квартир. Махинации с поддельными документами и т.д. и т.п. – это пожалуйста. А вот именно черного рынка – это такие нелегальные квартиры. Вам говорят, что эта квартира, там в ней живет семья, мы вам ее продаем. Абсурд. То же самое мы также говорили. Покупая картины, любой коллекционер, любой арт-дилер, любой человек заботится о том, чтобы она была, а, не фальшивая, б, чтобы она, ну, за разумные деньги была приобретена и обладать, так сказать, неким инвестиционным, в том числе, капиталом. Да. А тут какой-то черный рынок. Если вы что-то купили на черном рынке нелегальное, вы это не можете показать. Вот вы будете ехать на ворованной машине. Вас остановит инспектор, да? Проверит по базе. Все, дорогой товарищ, пройдемте с нами. Откатались. Причем, при наличии карты, камеры и так далее, это очень быстро произойдет, уверяю вас. И тем не менее, и тем не менее, американская прокуратура, вдруг вот такой вот пожизненный запрет миллиардеру. В чем дело? Вот он как раз, тут есть очень интересная формировка, прям не удержусь, прочитаю. Либо наш переводчик так с удовольствием и смачно перевел, либо это действительно была речь прокурора. Как заявил окружной прокурор, на протяжении десятилетий Майкл Стэнхард демонстрировал хищное желание обладать разграбленными артефактами, не заботясь о законности своих действий, легитимности работ, которые покупал, продавал, и в том числе все равно, и так далее, и так далее. Представляете? Хищное желание. Хищническое. Это он оскал, да, свирепый оскал капитализма, как говорили в наши советские времена, в моей юности и так далее. Забавно. В полном так сказать. О чем идет речь, друзья мои? О том, что таки существует нелегальный оборот культурных ценностей. Вопрос каких? Это нас с вами затронет каким-нибудь образом или не затронет? Читаем. 180, ну, он пошел на сделку со следствием, да, его не посадили, ему запретили только этим заниматься. Пошел на сделку со следствием, передал в 180 изъятых предметов, происходит из 11 стран, и не имеют поддающейся проверки провинансов. Среди этих артефактов ретон в форме головы оленя, который датируется 400-м годом до нашей эры, стоит примерно 3,5 миллиона. Греческий ларнакс, датируемый 1400-1200 годами до нашей эры. Ну, то есть, понимаем, да, это глубокая древность. Чаще всего это какие-то вот такие исторические предметы, которые найдены где-то в земле, находились в музеях. Ну, мы помним, да, какие-то события в Каире, когда был разграблен Каирский музей. Вот таких вот древностей. И сразу же возникает вопрос, а куда делись все эти предметы? Ну, вот они как-то где-то продавались, и мы все время над этим посмеивались. Однако, вот, пожалуйста, да, нашелся, обнаружился человек, который хищнически, да, мнякально скупал вот эти предметы, хотел ими обладать. И попался. Какая из всего этого, друзья мои, мораль? Вопрос дополнительный. Кроме вот этого всего, что это Америка, что это миллиардер, что это Аскал и т.д. и т.п. Мораль. И вот перед этим вопрос, а он это как приобретал? Он это на аукционах приобретал? На Сотбе Кристе? Нет, это понятно. Он это приобретал в каких-то частных сделках. То есть так вот, в тиши, так сказать, деньги любят тишину, да, каких-то подвалов, подворотин и т.д. Отсюда мораль. Покупайте на открытых торгах, друзья мои. Аукционы. Для этого и существуют. У нас происходят такие вещи. Слава богу, редко, потому что мы изо всех сил изучаем, проверяем до аукциона. И тем не менее, общественное внимание большого количества людей не дают каким-то нелегальным вещам просочиться в какие-то вот такие лазейки, быть проданными одним, другим и т.д. Последняя история у нас. Муж с женой в очередной раз поспорили относительно того, кому принадлежит картина. Мы ее, естественно, сразу убрали с торгов. Безусловно. Такие вещи сразу. То есть продавать проблему мы не собираемся и не будем. И для этого как раз и существуют авторитетные, уважаемые, с историей, с положительной историей, с положительным авторитетом. Мы знаем, какие аукционные дома, в том числе среди них и мы. Вот, пожалуйста, приобретайте на открытых торгах, где все прозрачно, все понятно. Откуда что взялось, сколько стоит и каким образом в этом владеть. И все. И у вас все в этой жизни хорошо. Абсолютно и прекрасно. Ну вот такая оптимистичная нота. На этом вступительное слово закончим. И переходим к обзору наших прекрасных лотов, у которых все очень хорошо с происхождением. Уверяю вас. Давайте. И первый лот, с которого мы хотим начать. Очень нечастые гости на аукционах вообще. В том числе и на нашем тоже. Перед нами шестидесятники Виталий Комар и Александр Меламид. Ну, в простонародье Комар и Меламид. Две работы. Парные. Называются «Городские ангелы». Урбанс Энджелс. Диптих. 1993 год. Что само по себе уже хорошо. Итак, Комар и Меламид. Почему нечастые? Почему интересные многим в этой связи покупатели? Коллекционерам, конечно же. Дуэт Комара и Меламида знают в первую очередь как изобретателей соцарта. О! Изобретатели соцарта. Это вообще редкая история, очень важная. Когда художник, художники имеют отношение к какому-то движению, направлению. Как вот первые импрессионисты, первые кубисты, первые авангардисты и т.д. Это всегда очень важно и интересно. Вот Комара и Меламид перед нами изобретатели соцарта. Что такое соцарт? Откуда он взялся? Естественно, это перепевка, ну, такой посыл первый, это поп-арт американский. Это искусство из рекламы, да? То есть доведенное до абсурда, до окончательного какого-то своего состояния рекламная продукция, превращенная в том числе Энди Ворхолом и же с ним в какие-то безусловные культурные уже значимые ценности и т.д. Рекламы в Советском Союзе не было. Поэтому соцарт, те люди, которые этим занимались, они доводили до абсурда, что? Ну, конечно, пропаганду. Конечно, пропаганду. Она и сама по себе уже была на уровне кичи, да? Я помню конец 80-х, когда я студентом писал плакат про перестройку. Сейчас слово такого никто не помнит, да? И там прям гигантскими буквами мы там выводили надпись «Перестройка не фраза, перестройки дела и разум» или «Тело и разум». Я сейчас уже не помню. Представляете, какая чушь? Вот эта чушь перетяжкой огромной висела где-то там то ли в какой-то военной части, то ли в каком-то домотдых. Я сейчас уже не помню. Потому что делали мы это как раз на сборах, будучи студентами от военной кафедры. Вот такая вот история. И комар-меламид вот это доводили до состояния абсурда и превращали это в настоящее искусство. Вот за что им глубокий поклон, низкий поклон и глубокое наше уважение. Что еще мы хотим сказать про этих художников? Ну, это одни из организаторов бульдозерной выставки. Интересно, биография очень такая поучительная, кстати говоря. Что вот все художники известные, богатые. Очень часто вот у меня последний звонок был. Вы берете на аукционы только картины и уже известных художников. Такой мужской голос такой солидный. Я говорю, да. Спасибо. И положил трубку. Ну, очевидно. Как можно продавать на аукционах картины неизвестных художников? Для этого полно в интернете каких-то площадок, начинает Авито и так далее. Пожалуйста, занимайтесь. Известные имена, как они живут, эти люди, с известными именами. Вот многим таким вот, с не очень пока еще известным, это кажется какая-то богема. Все у них хорошо. Но надо пройти большой путь, чтобы этого добиться. Большой, серьезный путь. Это не достигается таким-то железным, петушиным словом, да, какой-то там фразой. И все, ты на завтра, на утро проснулся известным. Ничего подобного. Это большая, тяжелая, зачастую тяжелая работа, да, жизнь со своими ого-го какими всплесками. Вот, пожалуйста, пример Комара и Меламида. После бульдозерной выставки их исключили из союза художников. По советским временам это конец истории. Это конец деятельности. Ты нигде ничего не можешь делать. Если, конечно, не вошел в какую-то обойму там дипломатических и так далее интересов. Зарубежных дипломат. Значит, после чего они эмигрируют вначале в Израиль, потом в США. И там продолжают свою интересную деятельность. В том числе, например, известны перформансы по скупке душ. И они были одни из первых, кто купил душу Энди Уорхола, того самого. Вот, вот где. Да, и мы сейчас представим себе в то же время какие-то советские штампы и пропаганду, да. И вот эти перформансы замечательны, как то скупка душ. Меня сразу спросят, цены. Цены, будь здоров. Их рекорд за картину. Встреча Солженицына и Бёля на даче Ростроповича продалась на Филлипсе больше, чем за миллион долларов. Нормально? Нормально? Да. К сожалению, с 2003 года художники работают поврось, но наша с вами работа 1993. 1993-го. И с этим всё хорошо. Городские ангелы. О чём идёт речь? Ну, одна фигура с лютней, вторая фигура с книгой. Предполагается, что одна фигура – это покровитель искусства, музыки, вторая – покровитель науки. Ну, этим бы и хотелось, чтобы жили наши города. Искусством, наукой, ещё медициной я бы сюда добавил. Так что цена. Цена за вот эти два произведения – нормально. Для любителей соцарта, знающих, любящих комара меламида, это даже, я бы сказал, ерунда. Поэтому обратить пристальное внимание, приобрести, получать удовольствие. Всё. Ещё один шестидесятник – Игорь Вулах. Ну, вот здесь что сразу можно про него сказать. Один из рекордсменов уходящего года. Цены на его работы в 2021 году выросли в два раза. А по некоторым позициям и в три, а по некоторым позициям и в четыре. Вот уж, наконец-то, страна оценила, что называется. Ну, слава богу, эти рекорды были поставлены на наших открытых, упомянём это ещё раз, переклички с тем вступительным условием, о котором я говорил. Всё прозрачно, всё понятно, все всё видят, все всё понимают. Вот, в частности, это работа безупречного происхождения, разговора о происхождении. Из семьи. Из семьи. Я был как раз на… Несколько дней назад очень интересно, плодотворно хотел сказать, да, плодотворно в том числе. Поговорили с вдовой, рассказывала, как была устроена жизнь в то время, как она менялась. Это, конечно, потрясающе. Я её подбивал на то, чтобы, ну, хоть бы как-то наговорить вот эти мемуары вот этим людям, которые всё это помнят прекрасно, замечательные рассказчики. Не держать это в себе, в своих воспоминаниях. Как-то это переложить. Либо на диктофон, либо записать. Не знаю. Но что-то надо сделать, потому что ценнейший материал, ценнейший. И их рассказы про других художников, в частности, про Зверева мы кое-что вспомнили. Это, конечно, замечательная история. Замечательная. И вот перед нами Волк. Да какой, друзья мои. 1962 год. 1962 год. Я родился позже. И вот замечательная работа. Замечательная работа. Всё. По большому счёту достаточно сказать. Цена. Конечно, она никакая не рекордная, про которую мы сейчас говорим. Она очень хорошая и правильная. Воспользоваться этим моментом. Особенно тем, кто интересуется Волохом. Просто шикарно. Что ещё сказать? Масло Волоха 1962 года. Шедевр медитативной условности. Выставочный. Да. Всё опубликовано. Вот это важнейшая часть. В каталогах. Семья, слава богу, этим занимается. Выставками. Там вот этой памятью. Атрибуции. Вот все Волохи, все картины Волоха, что у нас проходили, мы обязательно подтверждаем. А. У семьи. Б. У эксперта. И в этом случае, плюс открытые торги, абсолютно железобетонная уверенность в том, что вы приобретаете реальный актив, а не тот, который придётся вернуть с запретом покупать живопись на всю оставшуюся жизнь. Так что нашему с вами вниманию очередная замечательная работа с безупречным проминансом и по очень хорошей цене. Осталось только воспользоваться. Давайте. Ну и какой аукцион РЦЛ.Инфо без хорошего зверю? И вот он перед нами. Зверев. Арголит масла. Размер. Размер. 80 на 122. Будь здоровчик. А? Такой. Настоящий. Настоящий. Называется «Пятнистый конёк». Кто сразу не разобрал, что здесь изображено. Чем примечательна работа? 1986 год. Последний год жизни художника. И вдруг такие работы. Мощные, большие, заряженные. Мы уже как-то рассказывали. Оп, я задел. Вот. Вот размер, да? Мы уже как-то рассказывали эту историю. Нелишнее и повторить. В это время Зверев жил в квартире, она же мастерская, так называемая. Здесь уже такой термин-то подзабытый, да? Молодёжи уже даже непонятно, о чём идёт речь. В трёхкомнатной малометражке. Представляете, какая была фразочка? Малометражная квартира. Да, ровно так. Это кухонька 6 метров и остальное там коридорчик, несколько комнат. И тем не менее, в этой трёхкомнатной малометражке одновременно располагалась и квартира Виктора Казарина, и мастерская. И Анатолий Зверев там как раз в это время находился, жил, творил. И получил второе дыхание. И получил вот такие размеры, да? Он до этого вот на таких крупных форматах уже... И вообще это большая удача для Зверева. Вот в последний год жизни как раз в мастерской Казарина он стал это делать. И удачно. Удачно. Дальше все эту судьбу, к сожалению, знают. Пятнистый конёк как раз одна из тех чисто зверевских. После смерти художника, которому осталось жить всего несколько месяцев, Виктор Казарин устроил несколько выставок в память о друге. В каких-то из них участвовала эта работа. Что отмечено в экспертном заключении Валерия Силая. Пятнистый конёк – вещь трогательная, личная, наивная, исповедальная. Поэтому, кто интересуется Зверевым, особенно такими вот серьезными вехами в её жизни, а последний год куда уж, куда уж, то, конечно, эта работа интересна. Инвесторы, друзья мои, здесь и говорить не о чем. Вот редкая возможность приобрести за очень-очень-очень привлекательные деньги. Опять нам кто-то скажет, если такие очень-очень привлекательные деньги, что же вы сами не берёте? У нас другая работа, друзья мои. Мы предоставляем работы на торги, открытые. Это наша работа. И в этом наш заработок. А ваше дело – воспользоваться этими замечательными предложениями, которые, слава богу, у нас происходят. Так что замечательный шанс, шанс приобрести очень хорошую работу. Давайте. И перед нами интереснейшая работа. Владимир Немухин. Скульптура. Называется «Посвящение Полю Сезану». 1998 год. Дерево, тонировка. Фигура значится под номером один. Что само по себе уже интересно для коллекционеров, естественно. Но не всё. Вот здесь книга, где бронзовый вариант этой скульптуры опубликован. И мы собрали эту композицию, строго следуя фотографии. Что значит «собрали»? А у нас каждый из этих элементов оказывается разборным. Вот так вот. Такая интересная головоломка. Ребус и шарада. Такая вот замечательная скульптура, которой можно в том числе и поиграть. Детям только не давать. Замечательная цена, добавлю я. Ну, что значит, почему «Посвящение Полю Сезану», хотя перед нами кубизм в чистом виде. Это у Немухина нет простых лобовых вариантов и решений. Надо всегда вникнуть, разобраться, понять историю, истоки. И тем интереснее становится коллекционирование вот таких вот замечательных предметов. О чём здесь речь? Сезану удалось достигать предельного лаконизма, безжалостно отсекать всё лишнее, оставаясь при этом в рамках фигуративной живописи. Известно, что именно открытия Сезана сильно повлияли на оптику художников русского авангарда, участников бубнового лета и прочего. То есть, композиция Немухина – это не только диалог с постимпрессионизмом, но ещё и логический мост от второго авангарда к первому. Второй авангард. Это, собственно, наши с вами шестодесятники, а первый авангард, ну это понятно, Гандинский и Малевич, сотоварищи. Вот такая замечательная история. От поля Сезану через русский авангард ко второму и в обратную сторону. Да ещё и с возможностью всё это подержать в руках, разобрать, потрогать и снова собрать, как в оригинале, следуя фотографии бронзовой фигуры. Так что побороться и получить удовольствие. Давайте. Здесь сразу будет очень интересная и любопытно, как и вообще все картины Свешникова. Перед нами Борис Свешников. 1992 год и холст масла размер 90 на 70. Уже выдающаяся вещь. Только в этом смысле. Очень красивый, качественно сделанный, хотя это говорить глупо, все работы Свешникова красивые и качественно сделаны. Тем не менее, хочется это отметить в очередной раз. Замечательная по своему интерьерному воздействию. Красивая работа с сложным сюжетом внутри. Но тут есть ещё одна драматургия. И появилась прямо вот на нашем аукционе, в нашем пространстве. Только что, вы, наверное, заметили. На наших торгах была акварель Бориса Свешникова. Вот это замечательная, очень тонкая, очень сложно сделанная, замечательная работа. И она датируется 1900. Можно было бы подумать, в чём интрига, в чём сюжет. Что вначале был эскиз вот такой, а потом появилось большое масло. Мы знаем, что эскизы у Свешникова были, но их мало кто видел. Мы так нет. А вот в данном случае получается акварель. Но, друзья мои, но эта работа 92-й. 92-й. А вот эта работа 97-й. Через 5 лет. То есть вначале появился большой холст. А потом, по его мотивам, появилась вот эта замечательная, замечательная. И это живопись. Вот просто в таком виде, друзья мои. Назвать это графикой неправильно и нельзя, и не нужно. Это тоже живопись. Поэтому вот такой сюжет. Как это объяснить? Ну, сложно. Свешников сложный. Для многих пугающий. Ой, нет, такая тема, такой сюжет, и т.д. Но те, кто разбираются, любят, коллекционируют, увлекаются, или просто впервые сталкиваются с чем-то очень необычным и красивым. Конечно, это производит впечатление. Замечательная работа. Нашему с вами вниманию. Деньги. Цена. Вот тот случай, когда бы за последнее время работы Свешникова, хорошего, такого высокого качества, продавались за заметные, чувствительные деньги. Но вот я еще раз подчеркиваю, вот сейчас, прямо сейчас, очень хорошая цена. Мне сразу скажут, продайте нам ее, что вы не продали вне аукциона, до торгов и т.д. Но мы аукцион, открытые торги, нам приносят хорошая работа по хорошим ценам. Дальше, естественно, ваше желание поторговаться и приобрести. Естественно. Но кому удастся купить вот с небольшим, это будет просто счастье. Просто счастье и большое везение. Так что воспользоваться этим в очередной раз – удачный момент. Давайте. И перед нами замечательный Яковлев. Владимир Яковлев. Такой я сделаю сейчас важный акцент. Подчеркну. Владимир Яковлев. Цветок. Красный цветок. 50 на 50. Замечательная, красивая вещь. Мало кто знает, что Владимир Яковлев не просто так стал художником. Такая династия художников Яковлевых. А, не знали? А вот, пожалуйста. У него был дед Михаил Яковлев. Замечательный классик. О! Когда такое возможно? Когда картины семьи сходятся в одной точке, на одном аукционе, на одних и тех же торгах. Смотрите, какая судьба иной раз распоряжается картинами, и они подходят в нужный момент нашему с вами вниманию. Удивительно интересная история про Михаила Яковлева. Это биография. Михаил Яковлев учился в Строгановке, потом в Петербурге у Репина, участвовал в выставках Союза русских художников, работал как художник театра. И мигрировал в 1923 году во Францию. А потом вернулся. А потом вернулся. И вернулся он в 1937. Гораздило, можно сказать. Как можно решиться в это время возвращаться в Советский Союз? Повезло. Чудо. Чудо уберегло деда Владимира Яковлева, Михаила. От каких-то серьезных репрессий. А то и того хуже. Вот такой аукцион. Такие исторические параллели, пересечения, экскурсы происходят на наших с вами глазах. Только что я рассказал про картину Срешникова. И к ней вторую. И одновременно, пожалуйста, вот такая история. Яковлев Владимир, внук со своим дедом. Ну, про Владимира рассказывать нечего. Но известнейший, известнейший, да, уже. Что мы про него хотим сказать? В этом году, вот мы уже упомянули Вулаха, не удержимся, скажем, про Яковлева. Несколько раз картины этого художника в этом году преодолевали отметку в полтора миллиона. Несколько раз. Это тоже существенный рост по некоторым, вот по рекордным цен, да, там, в два-три раза. Вот такой удивительный историк. К итогам мы еще вернемся чуть позже. Сейчас об этом говорить не можем. Не будем, но тем не менее, инвесторы, взять на заметку. Вот те из вас, кто приобрели в инвестиционных целях год-полтора-два назад, выиграли в этом году, безусловно. А в следующих годах, сложно представить, все будет в порядке уж точно. Так что пользуемся замечательными возможностями историческими и всякими разными. Давайте пополняем свои коллекции. Рубрика «Современное искусство». Наконец-то, да, перед этим все, 60-ники. 60-ники – наша любимая, наша тема такая прям вот, наше все. Но тем не менее, современное мы тоже любим. Мы тоже любим. И перед нами Ренат Валигамси. Замечательный художник. Звезда Рената Валигамси зажглась буквально на наших глазах. Всего за 10 лет молодой автор из Башкирии стал художником всероссийской известности. Его признание, что важно, выражается не только в премиях и выставках, но и в широкой востребованности среди коллекционеров и в ценах. Тут, ну, что такое вообще, кто такое, что такое творчество Рената Валигамси? Это абсурдизм, да, непонятный с первого, вернее, не так, первое впечатление. Здесь все ясно, как на этой картине. Стоит человек, за него падает тень. Второй – это ты уже начинаешь смотреть в деталях. Кто на фоне одного человека, кто в тени другого. И вот это вот движение глаз, вот эта вот драматургия сюжета внутри его картины, она есть всегда. И парадоксальность, и сюрреалистичность. Вот все-все-все. Одно удовольствие. И плюс чисто стильно сделано. Вот здесь рука, узнаваемость в Валигамсе не убавит, не прибавит. Один из замечательнейших художников современности. Ну, какие цены? В нашем случае, кстати говоря, на примере вот последних каких-то рекордных топовых продаж очень привлекательная цена. Вот коллекционеры, любители и все остальное, обратите на это внимание. Наш сегодняшний случай – очень привлекательная цена. Воспользоваться этим моментом. Посмотрите сейчас, по каким ценам в последнее время уже уходили работы этого художника. Будете приятно удивлены, начав торговаться у нас. Ей-богу. А уж когда состоится удача, выигрыш и приобретение в свою коллекцию, тут уже и говорить нечего. Те самые слова благодарности, которые мы слышим всегда, всегда по окончании торгов. Так что давайте. Удачи. Боремся. Подошел к концу наш ролик. Не удержусь сказать, что мы ограничены рамками ютубного времени. Сегодня 21 работа. Тем не менее, каждый аукцион, каждые торги, по ссылочке внизу, сходите, почитайте, посмотрите. Это стоит потраченного времени. Интересно. А за кое-что и побороться тем более интересно. И тем не менее, не удержусь, как всегда. Покажу. Вот. Что мы не успели еще вам показать. Работа Суровцы. Замечательная скульптор. Современная. Ее скульптурам свойственна эмоциональность. Вот это важное слово. Сложные позы. Сложная энергетика. Разговор о философском одиночестве человека в мире. Очень выразительные. Такие женские образы. Скульптора Суровцевой. Невозможно расстаться. Друзья мои, вот эта вот штука обладает какой-то своей внутренней магией и энергетикой, которая не отпускает тебя. Вот эти линии, вот эти формы, вот этот объем, который удивительным образом передает скульптор, вот он просто не убавит, не прибавит. Ваш. Если вы увлекаетесь скульптурой, есть для этого место от тяжелого, 25 килограмм, от души, от души сделано, но деваться некуда. Надо приобретать. Очень привлекательная цена, друзья мои. Все. На этом заканчиваю, а то еще что-нибудь покажу. Давайте. До новых встреч.